Транспортное сообщение восстанавливают в Приморье. Оно нарушено на 53 участках региональных дорог. На восстановлении проездов работает шесть крупных подрядных организаций. Дорожники ведут аварийно-восстановительные работы после прошедшего тайфуна Хинамнор. В настоящий момент в семи муниципалитетах введён режим чрезвычайной ситуации. Уровень рек поднялся в среднем на полтора-два метра. Дорожные службы работают в районах, где спала вода, а также ведут подготовительные работы там, где вода ещё стоит. В настоящее время имеют место последствия от прошедшего тайфуна, от прошедших дождей. Реки переполнены, с верхних частей спускаются на низа. Очень сильно наполнены реки Большая Уссури, Арсеньевка. Кроме того, очень сильно пострадала береговая часть Приморского края. Это практически все районы, которые идут вдоль моря, за исключением Хасанского района и Надежинского района. Введены режимы чрезвычайных ситуаций в Лазовском районе региональной ЧАЭС, в Ольгинском районе, в Кавалеровском муниципальном районе, в Дальнегорском городском округе, в Тернеисском муниципальном районе. В Красноармейском муниципальном районе пока ЧАЭС не введено, у нас нет таких сведений. Но река Большая Уссури сильно поднялась, там примерно на 2-3 метра. Кроме этого, есть проблемы в Дальнереченском городском округе, в Партизанский муниципальный район, там большие проблемы. Но самая сложная ситуация сейчас – это Лазовский район и Ольгинский район. В результате прохождения стихии в настоящее время в 10 муниципальных образованиях в 41 населенном пункте потоплен 991 дом, 1072 приусадебных участков. Поврежено 34 моста, также отрезаны от дорожного сообщения 40 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка отмечается в населенных пунктах «Преображение» и «Лазо». Так, сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда города Находка совместно с работниками 15-го отряда противопожарной службы субъекта провели работы по ограждению военно-опасного участка, восстановлению русла реки от завала с целью исключения дальнейшего разнового опор моста в селе Киевка. В двух пунктах временного размещения в Дальнереченском муниципальном районе, а также в Арсеньевском городском округе находится 21 человек, в том числе один ребенок. В готовности к развертыванию находится 15 пунктов временного размещения общей местностью 980 человек. Люди обеспечены горячим питанием, бытовыми принадлежностями и медикаментами. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России организовано проведение аварийно-спасательных работ в пострадавших в муниципальных образованиях края. Представители Приморской территориальной подсистемы РСЧС оказывают всестороннюю помощь населению, помогают врачистке улиц, откачке воды, раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плиты и газовые баллоны. Особые усилия направлены на восстановление подъездов населенным пунктам. Бригадами энергетиков и дорожных служб проводятся работы по восстановлению энергоснабжения дорожного полотна. Проводится отсыпка размытых участков и организация объездных путей. Для восстановления мостовых сооружений и дорожного полотна задействована тяжелая техника, а также плат средства для доставки спасателей в труднодоступные районы и эвакуации населения края. Для откачки воды задействованы пожарно-насосные станции. В Центре управления аквизистными ситуациями Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в круглосуточном режиме телефон доверия. На 9 сентября спланировано привлечение трех вертолетов Ми-8 МЧС России для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов, а также передислокации сил и средств в Ольгинском и Лазовском муниципальных районах. Ситуация, связанная с подтоплением в Приморье, находится на постоянном контроле сотрудников чрезвычайного ведомства. Для координации действий сил и средств Главного управления МЧС России по Приморскому краю развернут оперативный штаб. В круглосуточном режиме проводят мониторинг гидрологической обстановки. Для рекомендации последствий стихии задействована группировка в составе порядка 400 человек и 250 единиц техники.